Если драка неизбежна, бей первым. Статья на конте за 14 октября 2019 года. Блондинка, блондинка. Многие особенно оппозиционно настроенные товарищи до сих пор недоумевают. Зачем Россия ввела свои ВКС в Сирию? Чем могли угрожать России исламистские радикалы, воюющие против Башара Асада? Чтобы наших эльфов, вероятно считающих, что мир населен одними бабочками, перелетающими с цветка на цветок и вдыхающими нектар, больше не мучил этот вопрос, давайте его подробно разберем. За год до того, как Россия по просьбе Асада ввела свои ВКС в Сирию, против нашей страны была развязана экономическая и информационная война. Президент США обещал порвать в клочья экономику России и полностью нас изолировать от мира, загнав нашу страну под новый железный занавес. Товарищи оппозиционеры, может, решили, что руководство штатов подобными заявлениями, а главное действиями, решило пошутить? Так, вроде дядя Сэм раньше не давал поводов, чтобы его считали клоуном, развлекающим весь мир подобными шутками. Многочисленные войны, развязанные США и цветные революции, устроенные штатами во многих странах мира, красноречивее, всяких слов доказывают, что Вашингтон ради сохранения собственного доминирования, которое восстановившееся после развала СССР и святых 90-х, Россия стала расшатывать, образуя новые межгосударственные союзы и, пересаживая на два стула до этого верных вассалов Америки, ни перед чем не остановится и пустых, словно ветер, бросать не будет. После того, как пала бы Сирия, а президент Асад был бы растерзан толпой исламистов, как до этого руководитель Ливии Каддафи, подобное зверское убийство главы государства, это знак всем руководителям стран, кто до этого не хотел преклонить колени перед Вашингтоном и исполнять все его приказы. США направили бы своих Бармалеев на Россию через Северный Кавказ и Среднюю Азию. Мы бы не только были бы окружены базами НАТО, но нам бы пришлось вести боевые действия с отрядами международных террористов на собственной территории, которые в первую очередь старались бы вновь дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе России, привлекая в свои ячейки новых сторонников, устраивая теракты, подкупая чиновников и военных. Подобный расклад мы уже наблюдали в 90-е во время Первой Чеченской войны, когда Россия была нищей поберушкой, с разваленной экономикой, не способной противостоять чеченским боевикам. И поэтому наша страна проиграла войну на собственной территории, подписав в 1996 году позорную хасавертовскую капитуляцию. Следствием этому стало фактическое отделение Чечни от России и создание на ее территории первого прообраза ИГИЛ. Точно так же и сейчас Вашингтон собирался поступить с нашей страной, введя санкции на все основные сектора нашей экономики и обрушив цену на нефть. То есть он вновь хотел разрушить нашу экономику и сделать нас нищими, тем самым дестабилизировать обстановку внутри страны, чтобы через своих прокси собрать новые террористические отряды из жителей Северного Кавказа России, а через компрадоров подкупать чиновников, военных, сотрудников правоохранительных органов, чтобы разрушить властную вертикаль. Причем этого никто и не скрывал. Только наши оппозиционеры не заметили надписи крупными буквами на сирийских домах «Сегодня Сирия, завтра Россия». Драка была неизбежной. Поэтому Россия, уже понесшая урон от санкций, падение ВВП, увеличение числа безработных, сокращение реальных доходов населения, сокращение золотовалютных резервов, дефицит бюджета, проедание рекордными темпами денег из резервного фонда, нанесла удар первой, введя ВКС в Сирию, не дожидаясь того момента, когда нам предстояло уйти в глухую оборону, так как при таком раскладе мы бы точно рано или поздно проиграли. Ну а теперь поговорим о дивидентах, которые мы получили. Первое. Перетянули на свою сторону верного союзника США на Ближнем Востоке Катар. Спонсируемые Катаром отряд боевиков перешли на сторону сирийской армии и вместе с ней стали уничтожать американских прокси. В виде гарантий Катар получил акции Роснефти, а затем и реальные действия со стороны России по снятию блокады с Дохи, когда ее попытались осуществить арабские страны. Естественно, что подобное решение они приняли не по собственному желанию, а по требованию из Вашингтона, так как Катар вышел из его подчинения. Второе. Пересадили с одного американского на два стула верного союзника США на Ближнем Востоке Саудовскую Аравию. После демонстрации нашей силы и воли, проявленной для защиты своих союзников, дрогнула Саудовская Аравия, так как арабы уважают только реальную силу, а не твиттерные войнушки Трампа. Поэтому нефтяной картель ОПЕК Саудиты преобразовали в ОПЕК+, где главную роль стала играть Россия. Результатом этого преобразования стало решение нефтяного картеля о сокращении добычи нефти, после чего цена на нее резко пошла вверх. И только по этой причине мы вновь получили профицитный бюджет. Снова стал пополняться резервный фонд, деньги из которого мы за три года санкции и низкой цены на нефть проели. Напомню, что ОПЕК на своем заседании в Вене 27 ноября 2014 года отказалась сокращать уровень добычи, хотя цена на нефть резко пошла вниз. А в августе 2016 года ОПЕК нарастила добычу до рекордных 33,69 миллионов баррелей в сутки. Несколько лет мы вели с аудитами переговоры о сокращении добычи, но они все заканчивались безрезультативно. Экономическая проблема, проблема с сокращением ЗВР, проблема с дефицитом бюджета перестали существовать. Третье. Получили сильного союзника Иран. Четвертое. Получили сильного союзника Турцию. После того, как турецкий летчик сбил наш самолет, истеричные эксперты из всех утюгов требовали не просто наказать Турцию экономически, как это сделал Путин, а начать против нее боевые действия. То есть, помимо Сирийского фронта, получить еще и Турецкий фронт со второй по силе армии в блоке НАТО. Кому это было бы выгодно? Разумеется, только США, которые эту трагическую провокацию через турецкого летчика и организовали. Последовавшие события, попытка военного переворота в Турции, это со всей очевидностью подтверждает. И кто же попытку военного переворота с последовавшим за ней убийством Эрдогана предотвратил? Путин. Если бы кто-то из истеричных экспертов был главой России, то мы бы получили войну со странами НАТО, разорванную в клочья экономику, поражение и распад России. Но так как нашим президентом является Путин, то наша страна в лице Турции получила сильного союзника, избавилась от экономических проблем и, как итог, Россия стала главным регулятором на Ближнем Востоке. С вопросом, зачем Россия ввела свой ВКС в Сирию, разобрались. И теперь перейдем к следующему вопросу, связанному с ролью Турции в Сирийской войне. С какой целью Эрдоган начал операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдов? В общем-то, в названии военной операции и есть ответ на этот вопрос, для того, чтобы в Сирии, наконец-то, наступил долгожданный мир. И заявление Лаврова такой вывод подтверждает. Турция действует по предварительной договоренности с Россией ради суверенитета и целостности Сирии. Единственное, что мешало миру в Сирии, это американские военные базы, через которые курдам поставлялось оружие, снаряды, деньги, продовольствие, а также оказывалась моральная поддержка для дальнейшего сопротивления. Поэтому они не шли на переговоры, которым постоянно призывала курдов Москва. Без всех этих компонентов и воевать им скоро будет нечем, и от боевого духа курдов останутся только рожки до ножки. Особенно наблюдая, как бегут американцы при первом же ударе турецкой авиации и артиллерии, ранее по дороге тапки и туалетную бумагу. Заявление командира курдов Мазлума Кабани, последовавшее сразу после удара по курдским позициям, доказывает, что к переговорам они уже готовы. Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ и прекратить бомбежки или нет. Мне нужно это знать, потому что, если вы не способны сделать это, мне потребуется заключить соглашение с Россией и режимом, чтобы пригласить их авиацию защищать данный регион. Злой Эрдоган сделал свое дело. Теперь дело за добрым Путиным, который на блюдечке с голубой каемочкой вернет север Сирии законному президенту Башару Асаду. Для самых недоверчивых перехожу к доказательствам, что Эрдоган в данный момент является ключом к меру и действует ради завершения войны в Сирии. Первое. Я не могу знать, о чем думает Эрдоган и как он оценивает помощь России по предотвращению военного переворота в Турции. Зато с точностью на все 100% могу утверждать, что Эрдоган никогда не забудет и не простит Вашингтону попытку военного переворота с дальнейшей его ликвидацией, как слишком самостоятельного политика. Исходя из этого, можно сделать только один вывод. Эрдоган ни за какие обещанные Америкой печеньки не станет таскать каштаны из огня для Вашингтона. Второе. Несмотря на угрозы санкций, Эрдоган купил у России систему С-400. Если ему вдруг придет в голову разорвать с Россией союзнические отношения, то система С-400 из железобетонного зонтика над Турцией превратятся в музейный экспонат. Тут и к бабке не надо ходить, чтобы об этом догадаться, так как любой экспортер вооружений всегда ставит нужную закладку, чтобы обезопасить себя в случае чего. Ясно, что не ради музейного экспоната экономика Турции приняла сильный удар, а ради своей защиты, которую может предоставить Анкаре только Россия. Третье. Несмотря на угрозы со стороны Трампа порвать в клочья турецкую экономику, Я уже говорила это и просто повторю еще раз. Если Турция сделает нечто, что я по своей великой непревзойденной мудрости сочту недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу турецкую экономику. Эрдоган начинает операцию «Источник мира» предварительно, переведя расчеты на российский аналог системы SWIFT и переведя торговлю с доллара на национальные валюты. То есть Турция теперь зависит не только от российского зонтика в виде системы С-400, но и экономически. Если нашим оппозиционным пропагандистам такие очевидные вещи до сих пор непонятны, то им тогда нужно не статьи на геополитические темы писать, а постить в своем блоге котиков или козликов. Они им ближе. Под такими картинками одобрять бегство США и Сирии предпочтительнее, чем надувая экспертные щеки. В заключение хочу сообщить, что сегодня начинается визит Путина в Саудовскую Аравию. Российский зонтик с аудитом перед поездкой в ВВП уже предложил. А политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, так как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300. И так как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии. Как минимум, этот визит передвинет российский стул ближе к центру. Как приоритетное, отодвинув в дальний угол стул американский. Как максимум, у Саудовской Аравии останется только один стул, российский, вместе с нашим зонтиком. Будем рассчитывать на максимум. Но и минимум нас сейчас вполне устроит, так как в отличие от США, запустивших новое QE, чтобы отсрочить обвал на фондовом рынке, а следом обвал экономики, мы никуда не торопимся. Эта Даня заторопилась одобрить строительство Северного потока-2 в своей исключительной экономической зоне. Причем в будущем планирует закрыть собственные месторождения и закупать газ у России. И Нидерланды вдруг резко озаботились выяснением роли Украины в провокации за сбитым на Донбассе Боингом, так как король голландских вассалов оказался голым. И поэтому провокацию со сбитым Боингом на Россию больше не спишешь. Наш удар в Сирии полностью поменял расклад сил не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. В результате нашей победы США потеряли свою гегемонию, а Россия стала глобальным регулятором. Так что, как бы надрывно не лаяли собаки, наш караван идет вперед, ускоряясь. А вот под откос летит караван Украины. Американцы сдали курдов на очереди сдача Украины. Блондинка-блондинка, если драка неизбежна, бей первым. Продолжение следует...